Особые условия. Эта логическая ошибка предполагает изменение критериев с целью показать неприменимость общих правил к конкретной ситуации. Ее примером может служить удобная позиция мудрого монарха, персонажа из сказки Антуана Экзюпери «Маленький принц». «И звезды вам повинуются?» спросил «Маленький принц». «Ну конечно», отвечал король, «звезды поминуются мгновенно, я не потерплю непослушания. Мне хотелось бы поглядеть на закат солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться. Будет тебе и заход солнца, я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий». Ибо в этом состоит мудрость правителя. С подобной аргументацией приходится порой сталкиваться среди религиозных деятелей, как кто-либо, скажем, заявляет «У меня есть дар воскрешения мертвых. Я могу воскресить любого покойника, но для этого у каждого из присутствующих должно быть достаточно веры». В итоге, если воскрешение не происходит, виноват в этом оказывается кто-либо из присутствующих, которому приписывается недостаток веры. Способности же самого воскресителя вне всяких сомнений. Порой также приходится иметь дело с особыми, но разными условиями, прилагаемыми к собственным аргументам и к аргументам оппонентов. Такой вариант этой ошибки называется «двойные стандарты». Так, когда в ответ на расхожий набор пропагандистских тезисов про крестовые походы, инквизицию, охоту на ведьм и тому подобное, собеседник резонно заметен, что безбожные режимы 20 века уничтожили больше людей, чем все религиозные конфликты человеческой истории вместе взятые, атеист без тени сомнения возразил, что христиане, дескать, уничтожали людей, там ведьм, еридиков, ученых и тому подобное, из-за собственных религиозных убеждений. С другой стороны, Гитлер, Сталин, Мао, Пол Потт и прочие кровавые тираны делали это вовсе не потому, что они атеисты, а просто были под влиянием деструктивных идей. Но мало того, что вряд ли это их оправдывает, стоит не забывать, что вообще-то творящие беззакония христиане тем самым нарушали базовые принципы своей же собственной религии, в соответствии с которыми их действия теперь оцениваются. В то же время атеисты никаких принципов атеизма не нарушали. Атеисты вообще не дают какое-нибудь основание для защиты человеческой жизни и достоинства, так что их действия находятся в полной гармонии с порождающим их учением. Редактор субтитров А.Семкин